А вы заметили, как замедлился прогресс в компьютерных железках? Старенький Core i3 спокойно тянут свежую винду, 16 гигабайт оперативки как были нормой лет 10 назад, так и сейчас, более чем. А какой у вас SSD, вот такой вот SATA или очень быстрый NVMe, вообще без разницы. Всё равно намного быстрее жёстких дисков. При этом компании, как из рога изобилия, продолжают сыпать нам новинки. Вот вам Ryzen с 3D кэшем, куда влезет 95 винда, RTX 40, который рисует целые кадры в играх, и очень быстрые SSD со скоростями оперативки. Владельцы не самого старого железа начинают чувствовать себя в отстающих, как будто технический прогресс проносится где-то мимо. А коль желаешь собрать новый ПК, покупай только свежак. Но есть ли смысл брать самые последние комплектующие, или у вас тоже была мысль, что лучше немножко подождать. На связи МК, меня зовут Михаил Крошин. Сегодня поразмышляем о том, что стало с прогрессом в компьютерах, и какое железо нет особого смысла брать свежим. Поехали. Подписчикам нашей телеги я уже рассказывал, вот приобрел на Озон такой 12-ядерный Тред Риппер. Когда-то он стоил 800 долларов. Сейчас купить такого монстра можно дешевле пятерки. Единственное отличие, так как это ОЕМ, придет не в красивой фирменной коробочке вот такой, а в крафтовом мягком боксе на вот таких резиночках. В остальном протестируем, посмотрим в игрушках, рабочих задачах. Благо платы под них тоже подешевели. Вообще, не мне вам рассказывать, на Озон можно урвать железки для компьютера по отличным ценам, с быстрой доставкой до дома или в пункт выдачи. Доступна даже беспроцентная рассрочка. Все для выгодных покупок. Видеокарты, процессоры, SSD. Недавно, кстати, для тестового стенда купил себе вот такой Kingston Fury на 2 терабайта. Короче, если нужно найти комплектующие подешевле, вы и сами знаете, что для начала нужно проверить цены на Озон. Ссылочка в описании. Вам не показалось. Прогресс в компьютерах, несмотря на громкие новинки, действительно замедлился. И причина серьезная, мы об этом давно знаем, создатели чипов уперлись в максимум технологий, сразу по нескольким направлениям. С одной стороны, из года в год замедляется освоение тех процессов. А ведь это самый простой способ увеличения производительности чипов. Чем меньше нанометров, тем больше транзисторов можно запихнуть в тот же теплопакет, и тем быстрее они будут работать. Но чем ближе к концу кремния, тем сложнее создавать новые техпроцессы. А для подрисовки прогресса нанимают целые команды опытных маркетологов. Я думаю, вы знаете, большинство современных нанометров фейк. Там вообще сейчас не стесняются и придумывают какие-то свои цифры. Ненастоящие 10 нанометров превратились в Intel 7. Уже даже слово нанометры особо не используют. Забуксовал и второй способ наращивания производительности. Раскопать в глубину все труднее, значит нужно расти вширь. Накидаем больше разнородных ядер, увеличим частоты и загоним в облака теплопакеты. А чтобы сэкономить на производстве больших кристаллов, перейдем на маленькие чиплеты. Дешевые квадратики, соединенные между собой быстрой шиной. На бумаге все выглядит здорово, но у такого подхода есть серьезная проблема. Упереться в потолок здесь еще проще. Попытка добраться до 6 ГГц в 20-ядерных Core 13-го поколения привела к росту теплопакета за 200 Вт и повальной нестабильности топовых чипов в играх, с чем Intel сейчас активно борется. У AMD с их чиплетами тоже все идет негладко. Отвести сотню Ватт с кристалла размером с ноготь – крайне сложная задача, из-за чего для большинства Ryzen 7000 температура за 80 градусов и даже 90 – это нормальное состояние в нагрузке. Третья мудрость чиподелов – в любой непонятной ситуации наращивай объем кэша. Память эта холодная, масштабируй хоть до бесконечности, раз кэш ближе к ядрам, чем оперативка, задержки ожидания данных минимальны. Все это ускоряет процессор, но и здесь случился затык. Тесты 3D-ряженок показывают, что увеличение кэша третьего уровня минимально сказывается на рабочих задачах. Буст от него получали только игры. Потенциал кэша уже исчерпан. Тесты процессоров Intel с одинаковым числом ядер и разным объемом кэша дают понять, что начиная с трех десятков мегабайт – прирост FPS на уровне погрешности. Чипмейкеры уперлись в предел оптимизации архитектуры. На заре развития чипов бурное снижение тех процессов наложилось на активное улучшение внутреннего устройства кристаллов. Увеличивалось количество регистров, рос конвейер, активно появлялись новые инструкции, оптимизировалась работа с кэшем и памятью. В итоге современные чипы настолько хороши, что предсказатель ветвлений позволяет пропускать огромные объемы вычислений. Попадание данных в кэш значительно снижает зависимость от оперативной памяти, а VX инструкции серьезно ускоряют работу. В итоге активные улучшения архитектур сделали дальнейший прогресс в кэше и инструкциях просто бессмысленным. Мы недавно вспоминали в нашей телеге, как 10 лет назад Intel попыталась запустить тренд на кэш аж четвертого уровня, это были корр пятого поколения, но эксперимент тогда с треском провалился. В большинстве задач еще один уровень кэша не давал никакого прироста, и от него быстро отказались. Даже инструкция VX 512, о которых Intel, и не только она, так громко кричали несколько лет назад, тихо порезали в корр двенадцатого поколения. Они горячие, занимают драгоценный транзисторный бюджет, а используются в минимальном количестве рабочих задач. Внутренние оптимизации чипов тоже скребут по потолку. За шесть лет развития сокета AM4 и три мажорных апдейта архитектуры Zen реальный прирост производительности на герц с учетом увеличения кэша и прочих улучшений лишь 25%. Ну и вишенка на торте, конечно же, повсеместное внедрение искусственного интеллекта. Куда без этого? Наращивать производительность все сложнее, устроим гонку в циферках NPU. С этими нейроблоками сейчас ситуация как с процессорами в девяностые. Каждое следующее поколение предлагает еще больше фич и становится в разы быстрее. Я уж не знаю, к чему они там готовятся, но спустя полгода после выхода первых камней с нейронными сопроцессорами, мало кто знает, где их можно применить. Хотя подождите, нам обещают чудеса монтажа и обработки звука. Во-вторых, самый простенький RTX от NVIDIA будет в разы быстрее лучших нейроблоков. К тому же за пять лет существования тензорной графики ее давно научились использовать и в задачах рендеринга, и генерации, и обучения языковых моделей. Чего уж говорить, именно развитие AI вынесло NVIDIA в топ самых дорогих компаний мира. Но, разумеется, Microsoft Intel и AMD об это не останавливает. Им тоже нужно влезть в гонку искусственного интеллекта и срисовать этот прогресс за поколение. А значит, мы дальше, вместо улучшений процессоров, будем видеть продвижение NPU. И я думаю, вы уже поняли, к чему я клоню. На носу начало продаж Ryzen 9000, где маркетологи снова наобещали нам и двухзначный рост производительности, и улучшенную поддержку AVX 512 для задач ИИ. Стоит ли ждать свежие чипы или брать Ryzen 7000? Ответ дали сами инженеры AMD. По их словам, Ryzen 7000 с 3D кэшем будут быстрее новинок в играх. Вот он, прогресс за поколение, который мы так долго ждали. Но красные маркетологи уже нашли выход. Забудьте про их слова об эффективном восьмиядерном 9700X с теплопакетом в 65 Вт. Поступил приказ свыше. Увеличить его прожорливость в настройках плат аж до 120 Вт, что на 15 Вт больше TDP текущего 7700X. Кто там говорил про кипятильники от Intel? К тому же, по старой красной традиции, ряженки дешевеют не по дням, а по часам. Так что первые покупатели Ryzen 9000 рискуют неплохо переплатить за 10% прироста. На синей стороне ринга ситуация еще печальней. Топовые Core i7 и i9 линейки Raptor Lake радуют своих владельцев нестабильной работой в играх. А Intel продолжает делать вид, что активно решает эту проблему. Те, кто решил подождать осени и выхода новых Arrow Lake, рискуют получить первые за много лет процессоры Intel без многопоточности. По слухам, будущие десктопные Core Ultra 200 лишатся гипертрейдинга. А как мы уже проверяли, она бесплатно увеличивает производительность в рабочих задачах на 15-20%, что как раз сравнимо с приростом от новой архитектуры. Так что Intel в очередной раз упустят топы. Брать текущий Core i9 рискнет только ярый фанат с верой в гарантию, а ультры без гипертрейдинга точно не порадуют в тяжелых вычислительных задачах. С процессорами разобрались, но у нас есть видеокарты. 3D-ускорители гораздо моложе, в них идет еще активное ядрообразование, а значит в теории они должны устаревать намного быстрее. Но как бы не так. Владельцы GTX 1080 Ti уже восьмой год спокойно играют, и эта карта после двух бумов до сих пор ценится на вторичке. А причина снова в замедлении прогресса. Еще со времен 90-х годов для разработки под Windows используется набор библиотек DirectX. Это название слышало каждое поколение геймеров, и раз в пару лет DirectX получает новую версию. Но уже в конце нулевых темп замедлился. А последний на данный момент DirectX 12 вышел почти 10 лет назад вместе с релизом Windows 10. С тех пор выходили минорные апдейты, которые принесли в том числе поддержку трассировки лучей. Но в целом это суть не меняет. Любые видеокарты с полноценной поддержкой 12-го DirectX'а просто по определению нормально тянут свежие игры. И мы это видим на примере 400-х RX и GTX тысячной серии. Но отсутствие прогресса в DirectX не единственный тормоз развития видеокарт. С выходом RTX началась эпоха высокодетализированного мыла. Теперь твоя карта не обязана тянуть игру в высоком разрешении. Зачем? Когда есть DLSS, он превратит твои 540p в Full HD на максимальных настройках графики. А если купишь RTX 40, она тебе еще и дорисует целые кадры. И Хуанг намекает, что это не предел возможностей тензорных ядер. Сейчас это тренд, и у AMD, и у Intel есть свои апскейлеры. Да и разработчики игр не остались в стране. Теперь можно класть DLSS на всю эту оптимизацию. О чем, например, официально заявили создатели Remnant 2. Для продвижения апскейлерных технологий NVIDIA готова закопать даже свои флагманы. Множество промо-роликов показывают, что даже топовая RTX 4090 за 250 тысяч не способна тянуть игры в честном 4К с трассировкой. И только магический DLSS с генератором кадров может совершить чудо и увеличить производительность, а заодно задержку в несколько раз. Удивительно, но маркетологи NVIDIA действительно считают это хорошей рекламой. Хуанг не стесняется вещать о том, что честная производительность карты уходит на второй план. Ничего страшного, что чип 4060 имеет меньше блоков, чем RTX 3060, а заодно и на 4 гига меньше памяти вместе с половиной шины. В новых играх с генератором кадров FPS временами будет почти вдвое выше. Так что не парьтесь. А с учетом сверхприбыли NVIDIA от продаж ускорителей искусственного интеллекта, ожидать серьезного буста честной производительности в RTX 50 серии будет слишком наивно. Глава NVIDIA заявил, да это понятно, что для компании игровые видеокарты уже вторичные. RTX 5090, конечно, уйдет в отрыв. Нам обещают и шину в 512 бит, и новую память GDDR7 на 28 гигов и на 50% больше вычислительных блоков в GPU. RTX 5090 будет очередным суперфлагманом по цене пару добротных ПК. Что-то на богатом для избранных, которые будут демонстрировать всю мощь NVIDIA где-то там на YouTube. А вот среднячков снова обделят. В интернете уже появились характеристики всех чипов линейки Blackwell, и положительных изменений тут мизер. Жирную шину получит только то, естественно. У остальных карт в лучшем случае будет 256 бит. Количество вычислительных блоков в GPU вырастет минимально, а у чипа для RTX 5060 их снова будет меньше, чем у RTX 4060, у которой было их меньше, чем в RTX 3060. Это уже традиция. Заодно, условную RTX 5060 лишат поддержки GDDR7, поэтому реальный прирост даст архитектура и буст частоты. И скорее всего искать его придется под лупой. В общем, RTX 3060 на 12 гигов продолжит покорять топы Steam. Да и в более старших RTX 5070 и 5080 не ждите феноменального прироста от новой памяти. Вспомним народную GTX 1650. Она имела две версии. GDDR5 и GDDR6. Свежая видеопамять быстрее аж в полтора раза. Но реальный прирост производительности в игрушках лишь около 10%. А ведь у карт RTX 40 и те, что будут дальше, сильно нарастили объем кэша. Так что скорость памяти влияет на FPS еще меньше. И под конец цена. Хуангу уже не впервые нарушать главное правило технического прогресса. Больше производительности за те же деньги. Теперь формула звучит немножечко иначе. За прирост мощи плати эквивалент в деньгах. 4070 на 25% быстрее 3070. Nvidia продает свежак на 20% дороже. Цен на 50-ю линейку пока еще нет. Но едва ли кто-то удивится, если Хуанг продолжит свою парадигму. На фоне всей этой нейронной вакханалии есть только один совет жду нам. Берите RTX 40. Все. Дождались. Уверен, в честном противостоянии RTX 50 не будут сильно быстрее. А новые магические подниматели FPS заработают далеко не везде. А если вы хотите брать карту на долгосрок и боитесь, что двухлетние 40-е RTX быстро сдуются, я просто вам напомню, что шестилетняя RTX 2080 выступает на уровне свежей RTX 4060 и сдаваться она не собирается. Для любителей красных у меня хорошие новости. AMD в попытках откусить хоть небольшой кусочек рынка видеокарт демонстрирует чудеса дружелюбия. Она создает бесплатные копии технологии Nvidia для всех желающих. Конечно, по качеству FSR и красная генерация кадров будут похуже DLSS, но зато они работают даже на радионах шестилетней давности. Поэтому можно смело брать RX у 7000 серии. После выхода 8000 линейки все ее фичи, скорее всего, опустят вниз. А вот что касается карт Intel, то здесь вопрос о будущем вообще не стоит. Арки — это первое десктопное поколение, и сейчас основная проблема Intel не в поддержке новых фич, а в исправлении многочисленных багов. За два года апгрейдов драйверов ситуация стала немного лучше, карты Intel научились в рендеринг и обработку видео, но артефакты в свежих игрушках никуда не делись. В любом случае, компания уже готовит преемников арков, но успех боевых магов напрямую зависит даже не от их производительности, а от стабильности работы драйверов. Не думаю, что получится снова привлечь покупателей на второй раунд бета-теста. Ну и под конец поговорим про память. Мы уже привыкли к фразе, что 16 гигабайт ОЗУ — это оптимальный уровень для игрового ПК. А вы знаете, когда вышла первая крупная игра с таким объемом в системных требованиях? В 2016-м это была Battlefield 1. С тех пор мы увидели три поколения карт, трассировку, громкие заявления про 8K гейминг, 24-ядерные процессоры и тяжелую Windows 11. Рекомендуемый объем памяти для большинства игр не изменился. Даже будущая PlayStation 5 Pro получит 16 гигабайт общей памяти, и на фоне этого уже как-то не хочется корить Apple за то, что она 10 лет выпускает макбуки с 8 гигами в базе. Второй любопытный нюанс — за три года активных продаж DDR5 все еще не раскрылась. У DDR4 на это ушло пара лет. Уже кобылэйки щеголяли с памятью на 3200, которая спустя 7 лет остается в топах Алика. У DDR5 такого прогресса нет и близко. Да, она сильно подешевела, появились комплекты с частотой выше 7 ГГц, но все равно старая добрая DDR4 3600, если и отстает, то на считанные проценты. Причины тут две. Во-первых, выход DDR5 совпал с повальным увеличением кэша у процессоров, так что скорость ОЗУ ушла на второй план. Во-вторых, еще со времен первого DDR не меняется ширина шины памяти, а гонять сотню гигабайт в секунду по 128 битам уже плохо получается. Выходит, что покупка 16-гигабайтного комплекта DDR4 3600, как и 5 лет назад, самый оптимальный уровень. А брать платы с четырьмя слотами DDR5 под апгрейд выглядит вообще пустой тратой денег. 32 гига памяти двумя плашками DDR5 с такими тенденциями точно хватит до выхода DDR6. Но если в ОЗУ при большом желании еще можно нащупать прогресс, то вот SSD на PCI-Express 5.0 это откровенный развод. Максимальная скорость держится несколько секунд. Толстые радиаторы, даже кулеры, а самое главное, прироста нет нигде, кроме бенчмарков. Большинство современных игровых движков писались во времена жестких дисков, поэтому для них даже SATA SSD это истребитель, а NVMe это вообще что-то на космическом. К тому же при загрузке программ и игр упор зачастую идет в процессор, а производительность под системой памяти уходит на второй план. Но производители продолжают активно делать вид, что PCI-Express 5.0 твердотельники это будущее уже сейчас. Идите покупайте, хотя на практике разницы в скорости с самыми дешевыми рисовыми накопителями нет и не предвидится. Нестабильные синие рапторы, плюс 10% за поколение в Ryzen, магическое мыло в видеокартах задорого, быстрая, горячая, бесполезная память. Вот так выглядит тот самый конец кремния, наложенный на жадность производителей и доминирование маркетологов. Мой совет тут один. Не ведитесь на пустые обещания в красивых пресс-релизах, не становитесь ждунами в ожидании невиданного прогресса, берите 2666 V4 и умайненную RX-у. В эпоху, когда свежее железо урезают, если у вас есть возможность здесь и сейчас купить игровой компьютер, покупайте. Тем более на фоне нового витка санкций нам обещают осеннее подорожание электроники на 15-20%. Да и вообще вспомните, когда у нас техника дешевела. На связи был МК, вот там вот внизу кнопочка подписаться и ссылочки на нашу группу ВКонтакте и Телеграм-канал. Там мы публикуем самые интересные новости ежедневно. Меня зовут Михаил Крошин, жду вас в комментариях. Пока.